38 миллионов рублей доверчивые югорчане подарили мошенникам за январь. С начала года на территории округа зарегистрировано более 200 фактов киберпреступлений. По статистике, самые доверчивые югорчане проживают в Сургуте и в Нижневартовске. На два муниципалитета пришлось более сотни случаев, связанных с мошенничеством. Отмечу, что раскрываемость краж по интернету незначительно, но увеличилась. Сложность здесь в том, что злоумышленника практически невозможно отследить. Сегодня по всему миру отмечается День защиты персональных данных. И наша съемочная группа вышла на улицу, чтобы спросить у горожан, как они себя оберегают от ловушек интернет-жуликов. Если честно, частенько с этим сталкиваюсь. Можете рассказать, как вас пытались обмануть? Просто звонят и предлагают кредиты, и все. Вы как на это реагируете? Отказом. То есть просто кладете трубку? Да, и блокирую номер. Регулярные звонки по телефону, предложение им дать информацию о своей карте, или взять, может быть, какие-то денежные займы. Как вы реагируете на подобного рода звонки? А вы знаете, никак, просто кладут трубку. А каким образом можно еще отреагировать, обезопасить себя? Не знаю, не берите незнакомые номера, вот и все. Это самое такое, первое. Зачем брать незнакомые номера? Зачем брать незнакомые номера?